Привет, друзья! Сегодня у меня очень вкусный плов с вермишелью и фасолью. Готовила я это блюдо в первый раз. Моим родным так понравилось, что повторять буду обязательно. Рецептом поделилась Татьяна на моем любимом кулинарном сайте Банк Поваров. Ссылочка в описании. Я внесла свои изменения, но они незначительные. Вначале отвариваю фасоль. Я взяла красную, мне ее вкус больше нравится. Варю примерно час, периодически подливаю ледяную воду. Так фасоль готовится быстрее. Солю в самом конце. На сковороде разогреваю столовую ложку растительного масла и добавляю пол стакана вермишели. Обжариваю, постоянно помешивая, до золотистого цвета. Два литра воды довожу до кипения. Добавляю соль, примерно столовую ложку. И отправляю в кастрюлю два стакана промытого риса. Я взяла рис басмати, поэтому сразу же к нему добавляю обжаренную вермишель. Довожу до кипения и варю пять минут. Если рис других сортов, его нужно варить чуть дольше, конечно, до состояния аль денте. Рис с вермишелью отбрасываю на сито. Наливаю в сковороду три столовых ложки растительного масла. Добавляю чайную ложечку куркумы, немного черного перца и выкладываю лук, нарезанный полукольцами. Здесь у меня три средние головки лука. Когда лук станет мягким и начнет поджариваться, добавляю мелко нарезанный чеснок и через минутку фасоль. Солю и обжариваю еще немного. На дно казана наливаю три столовых ложки растопленного сливочного масла и выкладываю лаваш. Сверху на лаваш половину риса с вермишелью. Теперь обжаренный лук с фасолью. И снова рис с вермишелью. Сверху поливаю сливочным маслом, добавляю 100 миллилитров воды, накрываю крышкой и включаю огонь на максимум. Через 5 минут переключаю на минимум и оставляю томиться примерно на 1 час. Через час можно пробовать. Вот что получилось. Я и представить себе не могла, что это настолько вкусно. А самое вкусное на дне. Хрустящий поджаренный лаваш. В следующий раз попробую вместо фасоли добавить мясо. Напишите в комментариях, как готовят пловы вашей семье. Заранее благодарна всем за рецепты. По двумя предыдущими роликами было очень много вопросов, какой посудой я пользуюсь. Прошу прощения, если кому-то не ответила. Оставляю ссылочки в описании под этим видео. И это не реклама, я действительно очень довольна этой посудой. Невысокая цена и отличное качество, что редкость в наше время. Рекомендую. Подписывайтесь, ставьте лайк и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить мои новые видео. Всем желаю приятного аппетита. Спасибо, что доверяете и готовите вместе со мной.